А теперь чистая правда, как все было на самом деле. Во-первых, формат 30 на 13 деметра, это моя личная идея, потому что у меня даже мысли другую не возникало. Какую книгу издавать про музыку? Да понятно, что как виниловую пластинку. Она и по конфигурации подходит для демонстрации квадратных изданий, и по духу, что ли, по весу. Вот вы можете взять ее в руки и поймете, что это совершенно правильный выбор. Все остальное вранье я комментировать не буду. Непосредственно просто хочу рассказать о некоторых работах, о каких-то жизненных ситуациях, которые меня довели до жизни. Потому что когда мне предложили оформлять эту книгу, я отмотал, оказалось 40 лет. Что такое 40 лет? Это 1975 год. 1975 год, когда мы за партой, два девятиклассника, Саша и Дима, придумали великую британскую рок-группу, для которой мы сочиняли стихи и музыку. То есть сразу же британскую, сразу великую. Группы так и не сложилось, но там были написаны тонны стихов, была написана музыка, и естественно, я для этой группы начал сразу же оформлять альбомы. Не было еще не записано ни одной песни, но оформлено примерно 4 или 5 альбомов было к тому моменту, как группа перестала существовать. Мечтой стать рок-звездой я не бросил. И однажды попав на репетицию старших наших старшеклассников, десятиклассников, которые выходили из школы, там был вокальный инструментальный ансамбль, который репетировал рок-оперу, которая игралась на выпускном вечере. Два гитариста, звали их Вовчик и Вован, которого сделала вся школа. Они говорят, Саня, он на нас в удар не подошел, ты постучишь на барабанах. Я, вероятно, плохо стучал, иначе, наверное, я бы совершенно в другом ампула с вами сейчас разговаривал. Вот, потому что эти два молодые человека годы спустя создали, ну, может быть, самую успешную рок-группу этой страны, группу Чаев. Но я не бросил попытки стать рок-звездой, я решил сделать себе электрогитару. Как вы понимаете, купить электрогитару, это было очень дорого, и даже дешевую, самую дешевую электрогитару фирмы Урал, которая официально признана самой плохой гитарой мира. Вот, значит, я делал гитару собственноручную, корпус, мне помог папа выточить, запчасти я покупал в магазине «Юный техник», вот, и в конце концов я эту гитару сделал. Вот это единственная фотография, которая запечатлела исторический инструмент. В гитаре была вмонтирована такая штука, которая называется «Вибратта». Вот это было такое самопальное спаянное устройство, которое почему-то резко вошло в резонанс с папиными японскими колонками, и колонки приказали долго жить. Папа очень расстроился, он сказал, что гитары в этой доме не будет, убираю куда-нибудь подальше. И некоторое время гитара жила в Чулане, потом мой приятель по институту попросил меня эту гитару продать. Вот, я посчитал, сколько она может стоить из всех тех денег, которые я потратил, ну, там, за гриф, за звучки и так далее, стоимостью сложил. Получилась такая чудовищная сумма, там, в районе 50 рублей. Он говорит, хорошо, я тебе сразу не отдам, так частями будет отдавать. Я говорю, хорошо, договорились. Я эту гитару ему продал. Вот, друга звали Слава Бутусов, он стал рок-звездой, а я нет. А потом, однажды, 6 июня 1981 года, в городе Свердловске произошло историческое событие, ну, наверное, от которого я всегда считаю то, что называется уральским роком. Состоялся первый фестиваль, организованный нами, собственно говоря, студентами Свердловского архитектурного института, на приз архитектурного института. И в этом фестивале принимали участие уже известный сейчас музыкант, это Егор Белкин, пышминская группа «Р-клуб», Настя Полева, солистка группы «Трек» из города Свердловска. Ну и, конечно, «Урфинджуз», то есть те самые, так скажем, отправные точки, с которых все это началось. Мы сидели в зале, вся редакция моей газеты сидела в зале и очень внимательно слушала то, что происходило. Мы были абсолютно потрясены, то есть вдруг выяснилось, что отнюдь не вокально-инструментальные ансамбли определяют музыкальную культуру Советского Союза, а вот рядом с нами, вот рядом с нами уже здесь, вот там, где мы живем, совершенно потрясающие музыканты играют сумасшедшую крутую музыку с фантастическими текстами. И мы поняли, что жизнь наша уже после этого дня никогда не будет такой, как прежде. В зале сидел Вячеслав Бутусов в составе редакции, и в этот день у него сформировалось четкое представление о том, что он будет делать всю свою дальнейшую жизнь. Так что я считаю, что вот этот день, он должен каким-то быть особым красным цветом, помеченном в всех календарях. Теперь о пластинках. Я постараюсь быть кратким, чтобы не задерживать, потому что у нас сегодня потрясающие музыканты, которые захочется послушать. Альбом 15, второй альбом группы «Урфинджус», который я делал для, уже подружившись с музыкантами, Саши Пантыкиным. История оформления следующая. Я говорю, альбом записывал на Свердловской киностудии, и мы там тусовались постоянно с музыкантами, потому что с ними было очень интересно, и самым вероятным претендентом на название было название «Черный ящик». Всем оно нравилось. И я случайно спросил у Пантыкина, а сколько песен в альбоме? Он говорит, 15. Я говорю, а почему не назвать альбом 15? Он говорит, почему? Я говорю, есть такая игра 15. Ну вот в этот момент великий Пантыкин узнал, что есть такая игра 15. Благодаря мне и благодаря вашему судуге, покорному, значит, альбом был назван таким вот удивительным именем. Это не единственное было мое участие в брендировании альбомов, я вам расскажу там подальше. Но поскольку альбом 15 содержал 15 длинных вещей, он был единственным, наверное, на тот момент магнитоальбомным двойником, для него пришлось изобрести специальную коробочку. Это склеивалось из двух вывернутых наизнанку предварительно, еще коробочек для катушек. Они склеивались таким специальным корешком. На каждую сторонку клеилось изображение, отпечатанное фотоспособом. Группа Наутилс Пампириус, это уже другие времена. Это первая пластинка, которую мы сделали. Я сделал по заказу Слава. До меня пластинками дизайном занимался Ильдар Зиганшин. Очень хороший уральский дизайнер, который много сделал пластинок, и Агату Крист, и Апрельский Марш, он сделал ее первые наутилусы. Но вот почему-то Слава решил сотрудничать на этот раз со мной. Времени было мало, я очень круто заболел, простыл. И пришлось выискивать какой-то такой простой технологичный ход, для того, чтобы сделать эффектное оформление. Есть такая штука, называется тест Роршаха. На психологическую адекватность человека, когда симметричная клякса, которая получается от склеивания бумажки напополам, ну, с раздавливанием капли пополам, да, появляются какие-то странные образы. Вот, собственно говоря, на этом приеме было сделано оформление альбома «Чужая земля». Работа, я так понимаю, Славе понравилась. И не только там для заглавной картинки, по сути, для каждой песни появилась такая вот странная иллюстрация. Очень много было трудностей по изданию, потому что времена были, что называется, бедные. Ну, понимаете, 93-й год, какие времена были. То есть вот эти вот желтоватые и сероватые элементы, которые поверх графики располагаются, это так называемая алюминиевая и бронзовая паста, которая была катастрофическим дефицитом тогда в советских типографиях. И я помню, что один хороший человек своровал из типографии уральские рабочие две банки этой пасты. Я ее вез специально в Москву для того, чтобы смогли напечатать оформление так, как я хотел. Следующей работой был зальный концерт группы «Наутилус», который назывался «Отбой». Здесь я начал работать уже с профилем, с известным уже на тот момент в стране профилем, который себя представляет странную береговую линию в летнем состоянии. А на обороте, значит, мы имеем, поскольку там очень много зимних песен, на обороте, значит, славен профиль, он сделан в виде зимнего ландшафта. Вот, я помню прекрасно тот момент, когда приехал к нему домой, показал это все, он помолчал, значит, крякнул и сказал, нормально пойдет, давай будем делать дальше. А дальше была такая достаточно драматическая история. Я сделал для следующей пластинки «Наутилуса». «Наутилуса» — это был трибют «Наутилуса», десятилетие «Наутилуса», которое очень помпезно отмечалось в трех столицах. Здесь музыканты делали кавер-версии песен «Наутилуса». И я с разрешения кормилица Бутусова сделал такое роскошное оформление с перебором, что называется, да, такая папка, но отчет, отчет все-таки, отчетная папка. Им понравилось, кормилица схватил это оформление и увез в лоску, вот, а потом была такая странная история. Очень долго не было никаких известий о том, что происходит, как бы, с этой работой. Я все ждал-ждал-ждал, когда выйдет виниловая пластинка, и когда мне сказали, что альбом вышел, и протянули мне в руки маленькую, маленькую такую отвратительную пластмассовую коробочку, в которую была заправлена маленькая бумажка размером с открытку, на которой было сфотографировано ухо с сережкой. Я думаю, что она, наверное, здесь есть, эта пластинка. Это, наверное, было великая славяна уха. И это, конечно, была, наверное, сережка, выбитая на ней буквами «НП» на «Удилус» помпириус, но мне было это очень обидно, потому что в этот момент закончилась эпоха винила. Художники, для художников это была трагедия. То есть это была трагедия, наверное, и для музыкантов, как мы сейчас понимаем, потому что мы с аналогового звука, бесконечного, да, по разрешению, мы перешли на, в общем, достаточно убогий цифровой формат. И очень многие вещи в последующей эпохе, они были загублены буквально вот этим стандартом. И я думаю, что, ну, кто-то, какие-то вещи подлежат восстановлению, какие-то вещи, к сожалению, в эту эпоху были утрачены. Альбом «Титаник». Это вот такая, как бы, три человека, которые сидели и думали, как бы называть следующий альбом. И Кормильцев говорит, художник, ну, вот ты за что думаешь, в конце концов? Я говорю, ну, слово должно быть такое, звонкое, короткое, знаменитое и хорошее. Лучше по названию одной из песен. Вот какая там первая песня? «Титаник». Ну, «Титаник», пусть будет «Титаник». Ну, а что мы будем рисовать, спросил Кормильцев. Там тонущие корабли? Я говорю, зачем? Мы всех утопим. Зачем только корабль? И дальше началось потопление всех, кого только можно было, начиная с артиста Бутусова. Вот. Ну, тут, правда, спасательный круг еще есть, поэтому у него есть шанс. Вот. Ну, а дальше вслед за Бутусовым топили коллекцию швейцарских часов, двух ангелов работы Фальконе на мотороллере с коляской, чувака без штанов. Вот этот какой-то из города Бремя на симфонический оркестр. Вот. Молодые люди тут утонули. Ну, и парад утопленников завершал Илья Валерьевич Кормильцев собственной персоной. Вам может странно показаться цвета, цвет такой странный загар славянного лица и такой непротивоестественный розовый цвет Илюшкиной рубашки. Вот. Но это все потому, что это были черно-белые фотографии, которые я раскрашивал. К сожалению, это вот были еще те времена, когда кроме ножниц, клея, бумаги цветной, красок, которые мы имеем под руками, никаких фотошопов не было. Ну, то есть они теоретически существовали, но они были нам недоступны. Еще она любимая артистка. Я думаю, что не мной одним. Это Настя «Танец на цыпочках». Это такой чудесный совершенно альбом ненастиных песен. Вот когда она поет песни других исполнителей. Он изумительно спродюсирован с музыкальной точки зрения Егором Белкиным. Вот. И я решил для каждой песни одеть ее по-своему. То есть здесь те же самые инструменты, тот же самый фотошоп в виде ножниц, клея, цветной бумаги. Это изрезанные журналы «Огонек», несколько буржуйских проспектов. Это сейчас у нас в каждом самолете валяются тонны глянцевой макулатуры, из которой можно склеить там что угодно. А тогда даже цветную картинку прилично напечатанную было найти достаточно тяжело. Поэтому, когда я спустя много лет обнаружил конвертик с обрезками, я подумал, о, здорово. Остались те самые обрезки еще с плохой печатью цветных картинок. Ну, получилась такая забавная, на мой взгляд, работа. Альбом «Маленький фритц» Глеба Самойлова. Ну, тут тоже драматическая история. Издавал его Саша Пантыкин. Уже, который возглавлял агентство «Тути Рекордс» в Екатеринбурге. И он мне сказал, Саня, денег нет, нужно делать максимально дешевый вариант. Максимально дешевый, вот какой-то он может сделать. И я понял, я ему говорю, давай сделаем вот на колбасной бумаге, в которую колбасу заворачивают, вот самая дешевая бумага из торсырье. Из торсырья сделанная. Он говорит, отличная идея, давай. Бросились искать бумагу, с трудом нашли. Как выяснилось, в магазинах уже ничего в ней не заворачивают, там полиэтиленовые пакетики. Но нашли почему-то уже порезанную форматом А4. Как вы понимаете, если вы представите разворотик двух квадратов на формат А4, влезает только один полноценный разворот. Тогда я придумал сделать два таких убогих разворота, полуторных. Когда вот одна половинка и еще полуторная такая будет. И это в определенной степени придало свой смысл дизайну. То есть получился вот такой странный буклет, у которого половина страничек обрезанная, как бы, и изображение переходит с одной на другую, в этом что-то появилось. Ну, Пантыкин обрадовался, закричал, гениально, гениально. Мы запустили все дела в печати. Пришел через две недели, он сидит очень грустный и говорит, знаешь что, там печатники забунтовались. Я говорю, а что такое? Дело все в том, что эта бумага решительно не подходит для всетной печати, и машины постоянно забиваются, их надо постоянно чистить. И потом, говорит, они все никак не могут сделать так, чтобы была качественная печать. Я говорю, да пусть будет некачественная. Ну, говорит, в типографии это объяснить невозможно. Они же не понимают, что может быть некачественная печать. Им должна быть только качественная печать. Поэтому, говорит, наше дешевое оформление будет стоить в полтора раза дороже дорогого. Но это история, есть такая возвышенная кода. Когда я раздавил все пластинки, ну так бывает, вот какое-то количество автор-пригиналяров стоит, у тебя на стенке. А потом кто-то один попросил, второй, третий, вдруг обнаруживаю, что не осталось ни одного. А такая вещь забавная, то есть мне она нравилась всегда. Тем более, что я для нее придумал такой знак, пятиконечную свастику. Я считаю, что это очень интересно было придумано. И однажды, заходя в магазин Дом культуры, вот на этом стеллаже я заметил пластинку в оригинальном колбасном оформлении. Я спрашиваю продавца, я говорю, а почему пластинка стоит в три раза дороже, чем остальные? Она реально, вот стоят пластинки, и эта стоит как-то умопомрачительно дорого. Я не буду называть цифру, но посмотрите, какой дизайн. Ну, одна из самых любимых работ «Времени ждет» группы Чаев. Так получилось, что вот мы очень мало сотрудничали с группой Чаев. Я очень надеюсь, что у нас еще будут совместные работы. Но эта пластинка, она меня вот сильно зацепила за главные песни. Вот слова вот эти голосами друзей мальчишек. Голоса еще тише и тише, «Времени ждет» такая... Это сорокалетние мужики написали как бы это все. Это вот как раз сорок лет, наверное, тот момент, когда вдруг начинаешь понимать, что скоро уже вниз. Вот как бы вот уже самое светлое, самое задорное, оно где-то там сзади, а вот тут вот уже, вероятно, оно заканчивается. И вот это переживание сорокалетним мужчиной вот этого, ну, как бы своего возраста, вот эта оглядка на прошлое, вот эти мальчишки, уже кто-то начинает умирать, да, вот такой острие жизни, оно меня заставило сделать такое резкое решение, потому что у меня на тот момент в руках были фотографии, все фотографии исторические архива группы Чаев, потому что я делал оформление книжки «Чаев в истории», я думаю, что, наверное, тоже здесь эта книжка есть. И у меня был весь фотоархив Чаева, я выбрал фотографии мальчиков, расставил их в таком достаточно безжалостном снежном ландшафте, как будто, ну, так скажем, страшноватая картинка получилась, а сверху я решил надеть на них такую, значит, внешнюю корочку, на которой, как бы, глаза совмещались, глаза детей с глазами взрослых. И получилось такое решение, достаточно, ну, сильное, да, по смыслу, что когда недавно переиздавали, ультра-рекордс переиздавала бэк-каталог Чаева на виниле, а вы понимаете, что увеличить картинку с размера 12 сантиметров до размера 31 без потерь не получается. И весь бэк-каталог решили не увеличивать, решили просто сделать единый фон у всего Чаева, внизу такая, как бы, печатка, что это там серия, золотая серия Чаев, и обозначили маленьким квадратиком обложку, которая вот была оригинальную, да. И только в единственном случае, спасибо группе Чаев, спасибо Гройсману, спасибо Бегунову и Шахрину, единственную пластинку сделали в оригинальном оформлении, именно так, как вот она была мной задумана тогда. Вот, для меня это, ну, меня это очень тронула история. Вот, а сейчас, сейчас для вас сюрприз, потому что в этой книге есть изображение, которого оформление альбома группы Чаев времени ждет, не вошло. Не вошло, потому что музыканты увидели и сказали, не-не-не-не-не, вот это не надо уберить, это еще рано. Значит, это изображение, которое мы знаем, условно, Бен Аэм Си-Си-Фо. Тот, кто купит книгу, тот получит возможность смотреть на это прекрасное изображение. Ну, вот, следующая работа с профилем у великого артиста. Как-то вот решилась, по-молодежному как-то захотелось мне это сделать, весело. Слава всегда какой-то черно-белый такой, романтичный, вот у него образ. И уже как-то и издателям надоело это, и ему надоело, как бы, и мне надоело. И тут выходит песня «Девочка по городу», шагает босиком, и просто настроение какое-то весеннее, думаю, надо дать Гарри, нужно цвета какого-то. И я решил сделать такую векторную графику, где Слава такой, ну, вот, в бейсболке. И думал, очень долго подбирал цвет, думал, ну, какой цвет подобрать. Он даже сделал такой рэперский логотип ему ВВ на бейсболке, чтобы он совсем уж такой свеженький получился у меня. И почему-то мне показалось, что надо красить его в разные цвета. И вот так появилось оформление, в котором вот все цветовые варианты, которые я пробовал, они просто вместе сложились в одну такую разноцветную весеннюю матрицу. Ну, альбом группы Юпитер «Цветы и тернии» — недавняя работа. Вот, как всегда, работаешь со смыслами, и хочется сделать такую какую-то... так, чтобы форма и смысл как-то вот сложно сочетались. Поэтому я подумал, что на лицевой стороне, как бы, альбома нужно изобразить цветы, вот, а вот на оборотной нужно изобразить термин. Такое вот сложное смысловое решение. Вот, но сюрпризом этого альбома то, что... Жалко, к сожалению, что нет пластинки показать его живой, потому что в середине альбома самое интересное, когда вы открываете, на вас вылетает целый рой знаменитых артистов. Там и Бутусов, там и Каспарян, там и Женя Кулаков. Да, на виниле. То есть все, вот уже с началом, с возвращением виниловой эпохи, началось вот это, с этой пластинки, началось возвращение винила, собственно говоря, и уже, как бы, к компакту относишься, как к вторичному продукту. Ну, что ему останется, то и слава богу. А вот всю красоту хочется сделать, конечно, на виниле. Это последняя работа, это наше совместное со Славой произведение. Что я имею в виду? Потому что это первая работа, в которой Слава работал как дизайнер. Так скажем, открыто, по-честному. Он привез с острова Гиске огромное количество фотографий, которые снимал на айфон. И видео. И в результате из всех этих фотографий и видео мы с ним вместе, в диалоге, создали оформление, где вот это... Ну, я сразу сказал, что это абсолютно гениальная фотография. Больше других даже вариантов нет. Вот эта рука Каспаряна, которая касается пролетающего над норвежскими морями облака, она вот магическая какая-то. Я забрал у Славы все фотографии и сделал две длиннющие панорамы. Значит, внутри пластинки панорама, которая отражает внутреннюю жизнь студии на острове Гиске. Это вот, собственно, интерьеры студии. Я даже не стал особо как-то их так ретушировать, склеить. Ну, вот как вот айфон снимал с какими-то такими вот... Иногда повтор фигуры встречается, иногда чья-то рука там влезла в кадр. Вот оно как-то все так и склеилось. А с другой стороны, соответственно, тот ландшафт, который этот остров окружал. И, наверное, вот эта такая документальность... Потому что, ну, не может быть, чтобы во время записи не осталось отпечаток этого магического места. Да, вот этот холодноватый, холодноватый такой вот колорит северных морей. И в городе Екатеринбурге была основана премия 55 на 75. Это дизайнерская премия, премия уральского дизайна. И нам со Славой, ну, сначала мне, а вот три дня назад Славе, была вручена вот эта премия за дизайн альбома. Половина аплодисментов Вячеславу Бутутову. Ну, теперь о самых любимых артистах, про которых вы сегодня будете слушать. Вот. Для меня всегда была болью, когда группа Ассоциация «Содействие и возвращение за лучшие молодежи» на стезю добродетелей, а это официально самое длинное название рок-групп, по-моему, в этой стране, Леша, а поэтому в книге рекордов Гиннесса нету длинней? Подавал? Нет? Надо подать. Значит, самое длинное название группы, которая только может быть. И очень любимый музыкант, который на самом деле оказал серьезное влияние на развитие всего уральского рука, потому что вот по свежести мысли, по креативу, я считаю, что Лехе просто не было равных. Ну, и как музыкант, он, я считаю, суперпрофессионал, вот, все его продукты имеют исключительное музыкальное качество и колоссальная фантазия, которую он вкладывает в свои работы, ну, вы сами сегодня все его слышите. Мне было всегда больно, когда он уходил в «Наутилус». Я прекрасно понимал, какой вклад в «Наутилусе» сделал Алексей Могилевский. Но, на мой взгляд, страна не получила свой Тен-Си-Си. Вот это вот очень было жалко, потому что группа выходила на программу А, были несколько эфиров, было несколько альбомов, о которых сейчас мало кто помнит. И о них надо вспоминать, потому что это уникальные, абсолютно своеобразные работы. Альбом «Щелкунчик». История была такая, что я для этого альбома, мой приятель, придумал очень крутой ход на обложку. Он решил вставить, вставную челюсть сфотографировать. То есть, так, по челкунчику, вставная челюсть очень хорошая. Но почему-то Леша не понравилась эта идея, и он говорит, ну, может быть, ты что-нибудь нарисуешь. И в результате получился вот такой злой клоун, который пережевывает какого-то очень довольного этим человека. А внутри все это продолжается в виде такого поп-арт-коллажа. Причем вот эта такая грубоватая немножко такая техника аппликации, она, на мой взгляд, была очень созвучна времени, в котором это все происходило. Теперь я расскажу о другом музыканте, которого вы сегодня услышите. Это Галя Басая. На самом деле, вот в этой работе, моя работа была очень невелика. Я, по сути, как бы нарисовал логотип. И были все, ну, как мы сразу же договорились с Галей, что слово будет ладинского написания, потому что оно хорошо читается и по-русски для каждого русского человека, и иностранцами. И для облегчения еще сделали такое ударение, такой флажочек над буквой А, чтобы... Гале очень понравился такой брутальный, мощный логотип, и показалось, что вот она вот такая, на самом деле, мощная девушка. Вот. А фотографию сделала гениальный московский молодой фотограф Кристина Макеева. Вот если обратите внимание в интернете, я думаю, что вы получите уйму удовольствия. Это была такая очень, на мой взгляд, идеальная такая гламурная фотосессия, черно-белая. Вот так вот, как она была снята, мы так вот и решили все это ставить на оформление. Вот. А визажистом на этой фотосессии была старшая дочка, между прочим, Слава Бутусова, Аня. Вот. Я думаю, что весь наш совместный труд, он как-то так привел к очень интересному результату. Пластинка этого еще не в виниле, не в сиди, пока еще не увидела свет, но уже, я думаю, что до этого как рукой подать. Ну и вот последний человек, который сегодня будет играть, который я хочу представить, это мой друг Саша Самойленко. Альбом «Время миссы». Мы с ним дружили уже несколько лет, потому что Саша занимается таким удивительным делом, он проводит фестивали «Иликормильцева». Каждый год, где-то по осени, в конце сентября, в каком-то таком небольшом уютном месте собираются поклонники «Кормильцева», и музыканты, и слушатели. Есть поэты, которые читают стихи, есть группы, которые выступают, и кто поет песни «Кормильцева», кто поет свои песни. В общем, это такое собрание таких вот людей, которые за независимость. Вот независимые люди, потому что «Кормильцев» это, собственно, герб независимости нашей всей. И человек, о котором надо вспоминать, потому что это напророченно, им сбывается с такой скоростью, что прям как-то даже страшновато становится. Ну, в общем, мы с Саней подружились, и когда я увидел, что у него набирается альбом, я сказал, «Саша, я тебе сделаю оформление, я даже уже знаю, какое». Ему не сказал. Потому что я давно присматривался к Сашкиному профилю, но вы видите, это настоящий рок-красавец. Я думал, ну, не должен быть рисунок, не должна быть фотография, должно быть что-то другое. Я думал об этом, когда прибирался на балконе, на котором обычно скапливаются, ну, знаете, за год скапливаются коробки от покупки всякой оргтехники или каких-то вещей. Вот они загромождали, в конце концов, все дни уже прошли, надо, пора их выбросить. Я подумал, нет, я пока их выбрасывать не буду. И воспользовавшись тем, что семья отсутствовала, уехала на море, я разложил посреди комнаты такую вот, как бы, сделал инсталляцию, долго ее фотографировал, около недели, там, краил, что-то переснимал, и в результате получилась вот такая вот обложка. Ну, вы видите, из чего она состоит. Струны, соответственно, как бы, какие-то обрывки бумаги, куски полиэтилена влажного, звонок, велосипедный звонок, который в форме наушника, значит, здесь вот исполняет роль наушника. Ну, вот получилась такая работа, которая Саше понравилась, и, в общем, она понравилась многим другим людям, то есть ее отмечают как работу такую достаточно своеобразную. А внутри это вот такой картонный фон, на котором есть предметная среда, и так достаточно вольно представлены все участники проекта. Особо хочу отметить работу со шрифтом, потому что, когда я пытался что-то сам написать, я понял, что что-то в этом все не то. Не печатать, не писать, не клеится. Я попросил сына Саши Самойленка, Марка, чтобы он написал название песен. Ему 7 лет, он уже писать умеет, значит, и 7-летний Марк, аккуратненько, вот как старался, как умел, он написал мне перечень песен. А уже тексты песен, ориентируясь на его буквы, писал я. То есть, и у нас, мне кажется, такая получилась, клеилась все в такую аутентичную картину. Но у этой истории есть драматическое продолжение. Месяц спустя мы с семьей приехали вместе с Сашей отдыхать под Ригу на дачу. Это уже, в общем, у нас не первая была поездка. И в 11 дождливых дней Саша поехал на велосипеде. И, в общем, по какой-то счастливой случайности не погиб под крылесами мусоровоза. То есть, он ехал в наушниках, в дождливый день его сзади зацепил велосипед мусоровоз. Его бросило, к счастью, не под колеса, а вот в сторону отбросило. Вот в шейку бедра рижские костоправы вкрутили титановый шуруп. Вот, а так, в общем, на самом деле мы все-таки имеем перед собой музыканта Самойленка. К счастью, он сегодня с нами. А потом мы стали разглядывать с ним обложку, которую я сделал за месяц до этого. Давайте смотрим. Мусоровоз. Наушники. Велосипед. Дождь. Видите, плащ, да? Вот мы когда это все просмотрели, здесь на самом деле еще что можно найти. Вот. То есть, нам как-то стало не важнецки по себе. Так мы подумали, так это что-то, знаете... Ну, эту историю я все-таки в книжке написал, потому что она какая-то по-своему мистическая. Вот. Ну и хорошо все, что хорошо кончается. В заключение... Я постарался быть краток, чтобы вам было интересно. Значит, в заключение я хочу сказать следующие вещи. Ну, просто в порядке информации. Когда шла работа над этой книгой, мне пришлось заниматься делом, о котором я, в общем, даже не подозрел. Мне пришлось реставрировать свои собственные старые работы. Потому что некоторые даже фотографии, фотоснимки, там, тех катушек, вот ранних, которые мы когда-то делали, 30 лет назад, они в ужасном состоянии. То есть, и тогда это было снято на плохую пленку. И сейчас, если это просто... Ну, вот смотрите, как это было раньше. Вот мы такие были криворукие, у нас не было ни фотошопа, не было печатных машинок. Мы это как-то от руки сами там, как умели, изображали. Но это тоже неправильно. И мне все-таки приходилось немножечко вот делать такую коррекцию для того, чтобы... С точки зрения современного человека это выглядело, ну, вот так как... Не так, как у нас получилось, а так, как мы придумали. И в этот момент я вдруг понял, что я уже начал делать работу, которую, по идее, нужно сделать обязательно для того, чтобы издать старые альбомы, классические альбомы уральского рока, в том виде, в котором мы их тогда хотели издать. Естественно, на виниле. Естественно, по полной программе. То есть, не с нищенским оформлением, хоть как-нибудь за три копейки. А чтобы это было сделано именно так. Именно с тем качеством. Вот со всеми наворотами, которые мы тогда, о которых мы мечтали. Вот это очень интересный проект, с которым мы сейчас занимаемся вместе с Александром Пантыкиным, который уже упоминался тут неоднократно. Вот. И, вероятно, уже у нас наметилось, были переговоры с издательством «Ультра». Возможно, из этого всего выйдут достаточно небольшие тиражи, но которые, конечно же, останутся в истории. На самом деле, от того, насколько эти тиражи будут большие или маленькие, будете решать вы. Потому что, если вы захотите, например, стать обладателем пластинки группы «Урфинджустом», двойника 15, значит, отремастированного, шикарно оформленного, ну, там, предположим, грубо говоря, за 2000 рублей. Вот если вы можете это себе позволить, то вы, наверное, можете поднять тираж этих удивительных изданий. И мы постараемся издать по максимуму все, до чего мы сможем дотянуться. Потому что там есть огромное количество интереснейших проектов, о которых мало кто знает. Вот это вот первая информация. Вторая информация. Про фестиваль «Иллюминатор», который проводит Саша каждый год, я уже вам сказал. Здесь наверняка есть люди, кроме нас, кто на этом фестивале бывал. Вот, на самом деле, он проходит в виде такого, ну, я бы сказал, уменьшенного концерта или расширенного квартирника. Какая-то домашняя очень такая обстановка, но при этом хороший рок-концерт. Но в этом году мы решили сделать такой ход немножко вверх. Мы хотим, пользуясь тем, что это год 30-летия Свердловского рок-клуба, тем, что у нас появились достаточно мощные союзники в лице ультрапродакшн нашего радио. Мы решим попробовать собрать деньги. А, и еще у нас появляются документы, разрешающие нам издание от новоследников Кормильцева. Мы хотим сделать следующие вещи. Мы хотим издать собрание сочинений Кормильцева. Куда бы вошли, помимо стихов, проза, публицистика, интервью и, может быть, некоторые переписки. То есть, вот это, я считаю, очень интересный проект, в котором нам нужна будет обязательно ваша помощь. Это будут открытые подписные проекты, где каждый может внести свою лепту для того, чтобы это состоялось. И второй проект, который был произведен под этим же знаменем, это, вероятно, трибют Кормильцева. Когда в открытый доступ будут выложены тексты Кормильцева, для того, чтобы любой музыкант мог выбрать для себя текст, сделать на него песню и участвовать в этом большом общем трибюте. То есть, будет вот такой огромный проект, из которого, вероятно, лучшие песни будут выбраны и изданы. Тоже, может быть, в виде виниловой пластинки, компакт-диска и так далее. Вот такие вот интересные проекты, которые мы наметили. Ну, я, наверное, все вам теперь рассказал. Продолжение следует...